Дом Божий Я прочитаю один текст из 1 послания к Фессалоникийцам, 5 главы, 23 стих. «Сам же Бог мира даосветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Сегодня мы продолжим говорить о нас с вами, о человеке. Вы знаете, мы – существа очень любознательные и любопытные. И любопытство человека, или может что-то другое, привело к тому, что люди очень детально изучили сами себя, то есть свои тела, из чего состоит тело человека, как оно действует, как функционирует. Это во многом помогает людям, помогает лечить многие болезни, помогает познавать и понимать, как разные органы в теле взаимосвязаны, как они влияют одно на другое, как определенные медикаменты или пища влияют на нас, на наше тело. Но никто из людей, никакая наука не может изучить дух человека. Даже душу человека в какой-то мере люди стараются изучить, хотя они не понимают, что они изучают душу, но есть такая наука психология. Она буквально переводится на русский язык с греческого как «наука о душе». Многие психологи, они не верят в Бога и не верят в существование души, но тем не менее занимаются психологией, наукой о душе. Есть одна книга, и это книга Библия, которая учит нас тому, чему не может нас научить ни медицина, ни наука какая-то, мирская, ни даже психология. Это книга Библия, которая учит нас не только о нашем теле, не только о нашем внешнем человеке, но о нашем внутреннем человеке, о нашем духе и о нашей душе. И сегодня мы будем говорить о духе человека. Согласно Священного Писания, человек трех составен – дух, душа и тело. Есть по меньшей мере два места, которые упоминают это. Первое – Фессалоникийцам 5, 23, и также в Послании к евреям, 4 главе, говорится об этом. И в прошлый раз мы с вами говорили, прошлую субботу, на основании Писания, что есть внутренний человек и есть внешний человек. Мы, как один человек, состоим как будто из двух человеков – внутренний и внешний. Внешний человек – это наше тело. Наш внутренний человек – это наш дух и наша душа, и между ними есть разделение. Это не одно и то же. Писание говорит, что Слово Божье проникает до разделения души и духа. Что такое дух человека? Сегодня мы будем говорить на эту интересную, важную тему. Прежде чем мы что-то скажем на эту тему, давайте мы обратимся к Священному Писанию. Я прочитаю 145-й Псалом и 3-й, 4-й стих. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Что происходит с человеком, когда выходит дух его? Он возвращается в землю, он умирает. Давайте посмотрим еще одно место. Это будет послание Иакова. Довольно знакомое место для нас. В послании Иакова мы прочитаем 2-ю главу и 26-й стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Тело без духа мертво». Итак, дух — это та часть нашего естества, которая делает нас живыми, благодаря которой мы можем жить. Когда дух соединяется с телом, человек становится душою живою. Так говорит нам Священное Писание. Дух — это самая сокровенная внутренняя часть нашего естества. И дух — это намного больше, чем то, что делает нас живыми. Иногда люди говорят, да, дух — это просто как жизнь в нашем теле, как я слышал такое объяснение, такая искра жизни в нашем теле. Библия не использует такого выражения «искра жизни», хотя некоторые богословы почему-то так говорят. Библия говорит нам о духе намного больше, чем это. Дух — это не просто дыхание, дух — это не просто жизнь или то, что делает нас живым. Дух — это что-то большее. В книге «Бытие» 2 глава 7 стих говорится, что Бог создал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Под дыханием жизни здесь подразумевается, вероятнее всего, именно дух человека. Почему? Потому что Писание не говорит, что человек четырехсоставен или пятисоставен. Когда мы читаем Священное Писание, человек состоит из духа, души и тела. И дыхание жизни не упоминается как что-то особое или отдельное от духа или от души. Поэтому, вероятнее всего, говорится о духе человека. Возможно, некоторые еврейские раввины не согласятся в этом со мной, потому что у них очень сложное учение о душе человека, о разных уровнях души. Мы будем говорить не то, чему учит иудаизм или чему учит какая-то философия или психология. Мы будем говорить только то, что нам говорит Священное Писание, что нам открыто в Библии о духе человека. В книге «Екклесиаста» 12 глава 7 стих говорит, что при смерти человека дух идет к Богу, а тело возвращается в землю. И как мы читали также в 145-м Псалме, выходит дух его, и он возвращается в землю свою. То есть идет обратный процесс, чем он был при творении. При творении было тело, созданное из праха земного, вошел дух и стал человек душою живою. При смерти обратный процесс происходит с человеком. Но дух — это больше, чем просто то, что дает нам жизнь. 1 Коринфянам 2 глава 11 стих говорит нам так. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Заметьте, что дух человека здесь сравнивается с Духом Божьим, и говорится, что дух в человеке — это та часть, которая знает всё, что в человеке. И это знание не просто на уровне ума, потому что когда мы будем дальше говорить о Душе, если будем живы, и Бог позволит, мы увидим, что есть знание на уровне Души. И исследователи говорят, что приблизительно 12% нашего знания находится в нашем сознании, то есть на уровне нашей Души. это то, что наш разум мыслит, решает и так далее. 88% знания, которые мы имеем, — это подсознательное знание. Мы можем даже не осознавать, что оно в нас есть, но оно где-то есть глубоко, и оно иногда в некоторых случаях проявляется. И я верю, что это именно то знание, которое на уровне Духа человека. Его иногда называют подсознанием, таким научным словом, хотя Библия не использует этого слова. Давайте мы откроем ещё одно место Священного Писания. Это будет Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 3 по 6 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть Дух. Итак, когда мы рождаемся в этот мир, наша плоть рождается от наших родителей. Мы рождаемся, конечно же, живыми людьми, потому что Бог даёт нам жизнь. Но Иисус сказал, что с человеком, с каждым человеком, который хочет спастись, который хочет увидеть Царство Божие и войти в Царство Божие, должно произойти ещё одно рождение. Это рождение от Духа Божьего и от воды, как здесь написано. И при этом рождении рождается в человеке не тело и не душа. Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа, с большой буквы Духа, то есть Духа Святого, есть что? Дух. То есть при рождении свыше рождается Дух человека. Кстати, в Библии используется также слово «возрождение». В послании к Ефесянам, например, слово «рождение» и «возрождение». Иногда люди говорят, что нельзя использовать слово «возрождение», потому что это абсолютно новое рождение. Я бы так не сказал. Писание использует слово «возрождение» тоже. Почему? Потому что Дух человека когда-то был жив пред Богом, Дух Адама был жив. Адам мог общаться с Богом, он мог принимать слово от Бога, поклоняться Богу. Но пришло время, когда Бог сказал, в день, который ты вкусишь от него смертью, умрёшь. И Адам ещё прожил почти тысячу лет. Почему? Неужели Бог обманул? Есть разные толкования, но я верю, что Адам умер в этот момент, когда он съел. Адам умер, и умерло что? Некоторые функции его Духа умерли. Писание нас учит, что именно в нашем Духе есть по меньшей мере три функции, которые принадлежат только Духу и больше никакой части нашего естества. И если эти функции в нас не работают, как должно, мы мёртвы пред Богом. Что это за функции? Это способность общаться и соединяться с Богом и поклоняться Богу. Иисус сказал, будут поклоняться как? В Духе и Истине. Это способность получать подсознательное знание от Бога, знание истины. И это наша совесть, которая судит нас за наши неправильные поступки. Это всё функции Духа, и мы дальше рассмотрим, почему мы так говорим. Человек, который неверующий, человек, который не знает Бога, не служит Богу, он не имеет этих способностей. Он не имеет способности поклоняться Богу в Духе и Истине. Он не имеет способности в полной мере принимать Слово от Бога, соединяться с Богом в своём Духе. И его совесть, хотя она у него есть, но она не работает так, как она должна работать. И у некоторых она вообще не работает. Говорят, бессовестный, да, такое есть выражение иногда. Почему? Потому что Дух человека мёртв. Когда человек неверующий, Писание нас учит, что он разделён с Богом. 59 глава книги пророка Исаии. «Грехи ваши и беззакония произвели разделение между вами и Богом вашим». Писание также учит, что человек, который неверующий, он мёртв в своих грехах и преступлениях. И Писание нас учит, что этот человек отчужден от жизни Божьей. Вот почему он мёртв. Он живёт буквально в теле, он думает, он говорит, он принимает решения. Он может строить небоскрёбы, он может летать в космос, но Писание говорит, он мёртв, он отчужден от жизни Божьей. Вот где мёртвость, он не соединён с Богом, он не имеет способности общаться с Богом, он не слышит Слово от Бога, он не живёт по Слову Бога. Давайте мы прочитаем, как об этом говорит Писание. Именно Дух — это та часть нашего естества, которая может присутствовать в нас, поэтому мы живые, но она не имеет в полной мере способности выполнять все те функции, которые Господь определил, если этот Дух мёртв. Послание к Ефесянам, 2 глава, говорит нам так. «И вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Вот что делает Господь, человек, который живёт в грехе, далеко от Бога, он мёртв по своим преступлениям. Дух в нём есть. Если бы в нём не было Духа, он был бы мёртвым физически. Дух в нём есть, но этот Дух разделён с Богом. Он не способен соединяться с Богом, не способен общаться с Богом, не способен слышать Слово от Бога, Слово научающее или Слово обличающее. И поэтому он мёртв в этом отношении. Помните, когда-то один человек, или вернее, одному человеку Господь сказал, «Иди за мной». Он отвечает ему, «Да, я пойду за тобой, Господь, но позволь мне прежде пойти похоронить Отца моего». Что отвечает Иисус? «Предоставь мёртвым погребать своих мертвецов, а ты иди за Мною». В другом Евангелии сказано, «А ты иди и благовествуй Царствие Божие». Кое-кто может подумать, ну Иисус сказал какие-то жестокие слова, «Предоставь мёртвым погребать мертвецов». Неужели мертвецы встанут и погребут этого мертвеца, и дальше будут мёртвыми? Нет, Иисус говорил о людях, которые не служат Богу, не последуют за Ним, которые живут своей мирской обычной жизнью. Пусть эти люди погребут Его, а ты иди и благовествуй Царство Божие. Кстати, я не верю, что Его Отец был мёртв в этот момент. Скорее всего, Он подразумевал, этот молодой человек, «Позволь мне, Иисус, подождать, пока мой Отец умрёт, я получу наследство, устрою свою жизнь, и потом приду и буду идти за тобой». Иисус сказал, «Нет, сейчас ты должен идти за Мной. Не жди, пока Отец умрёт, пока ты его похоронишь, получишь наследство. Ты должен делать это сейчас». Но это другая тема. Итак, ещё, как описывает нам состояние такого духовно мёртвого человека, это записано в 1 Коринфянам 2, 14 стихом. Здесь сказано так. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надо бы насудить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может». Душевный человек. Нам кажется, что слово «душевный» — это очень хорошее слово, очень красивое слово. В мире говорят, вот какой душевный человек, какой он приятный в общении, какой он добрый, какой он хороший. Какой душевный человек. По описанию слово «душевный» — это человек, у которого дух мёртв, и который живёт только на уровне своей души, своих мыслей, своих желаний, своей воли, своих эмоций. Он не способен получать слово от Бога, общаться с Богом, поклоняться Богу. Он душевный. Дух у него не функционирует так, как он должен функционировать, как Бог определил при сотворении человека. И поэтому слово «душевный» в Библии — это не хорошее слово. Это слово является синонимом слова «мирской» или «неверующий». Это люди, которые живут только на уровне своей души. Дух у них не функционирует в полной мере, как он должен функционировать, хотя он у них есть. Итак, я уже упоминал об этом, но я ещё раз скажу, что первая функция нашего Духа, что такое наш Дух? Это трудно сказать, но Писание говорит нам о функциях или о действиях нашего Духа. Первая функция нашего Духа, о которой говорится в Писании, я говорю первая не потому, что в Библии написано, первая функция Духа, но потому, что я считаю её самой важной. Это способность соединяться с Богом. Способность соединяться с Богом. В Библии написано, что благодаря смерти Иисуса и благодаря Божьим обетованиям Бог соделал нас причастниками или дал нам возможность быть причастниками чего? Божеского естества. Мы можем быть причастниками Бога, мы можем соединяться с Богом. Как об этом сказано в Писании, 1 Коринфянам, 6 глава и 17 стих говорит нам так об этом. «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Представляете, какое блаженное состояние! Человек может стать одним Духом с Господом, и это происходит посредством Духа Божия. Дух Божий может соединиться с Духом человека, для того, чтобы Бог мог общаться с человеком, что-то давать человеку. Мы об этом скажем чуть позже. Давайте посмотрим еще несколько мест. Это книга пророка Исаии, 26 глава и 9 стих. Книга пророка Исаии, 26-9. Итак, душа наша может стремиться к Богу. Наши мысли, наши желания, мы желаем что-то пережить от Бога в наших чувствах, мы думаем о Боге. Это наша душа стремится к Богу. Но заметьте, что искать Бога мы можем только Духом. Соединиться с Ним, найти Его, прочувствовать Его по-настоящему мы можем только нашим Духом, самой внутренней, сокровенной частью нашего существа. Той частью нашего существа, которое рождается свыше или возрождается при рождении свыше, от действия Духа Божия и Слова Божия. «Духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра». Подобное место есть также у пророка Аввакума во 2 главе. Пророк Аввакум во 2 главе говорил похожее слово. И мы прочитаем это место. Это с 1 по 2 стих. «На стражу мою стал я, и стоя на страже, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал». Итак, этот человек, он стал на стражу, и он старался услышать, что же Господь скажет. Где Господь должен был ему сказать? Он говорит «во мне». И мы сейчас посмотрим еще некоторые места Писания, которые говорят, что это именно происходит в Духе человека. То есть получение Слова от Бога или получение знания от Бога. Знания, которые не зависят от нашего разума, не зависят от наших чувств, не зависят от наших органов восприятия, не от чтения, не от слышания. Знания, которые Бог дает нам сверхъестественно в наш Дух. Именно там пророки искали Слово от Бога, внутри себя, в своем Духе. Но прежде чем сказать об этом, я еще напомню одно место, я уже напоминал его сегодня. Это Иоанна 4 глава. Иисус сказал, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться где? В Духе и Истине». Настоящее поклонение, самое глубокое, самое великое, самое важное поклонение – это поклонение в нашем Духе. Мы можем поклоняться Богу нашим телом, это очень легко сделать. Мы становимся на колени, это уже преклонение пред Богом. Мы наклонимся вперед, сделаем поклон. Мы поклонились Богу, но это только на уровне тела. Мысли могут витать далеко. Дух может быть не соединен с Господом в этот момент. Мы можем поклоняться на уровне нашей души, то есть преклонившись пред Богом, думать о Боге, стремиться к Нему, размышлять о каком-то Слове Божьем. Это тоже хорошо. Но есть самое глубокое поклонение, которое ищет Бог. Из самой глубокой части нашего естества, из нашего Духа. И понять это поклонение может лишь тот, кто его пережил в своей жизни. Это когда ты действительно соединен с Богом в Духе. Когда ты осознаешь величие Божье настолько, что ты чувствуешь, что твое тело, оно просто слишком высоко, даже если ты лежишь лицом на земле пред Богом. Ты чувствуешь, что Бог настолько велик и свят, что это еще высоко. И твой Дух где-то глубоко-глубоко поклоняется Богу. Намного ниже, чем может лечь даже твое тело лицом на землю. Это прекрасное чувство. И это то поклонение, которого Бог ищет от нас. Оно хорошо для нас. И это то, что ищет Бог от нас. Итак, знание истины. Получение Слова от Бога – это тоже функция нашего Духа. Иногда Бог говорит даже Словом с неба. В Библии есть несколько мест, где Бог говорит Словом с неба. Иногда Бог говорит на уровне наших мыслей. Но иногда Бог дает нам знания в нашем Духе. И это обычно, как Господь хочет общаться с нами. Это знание не зависит ни от нашего изучения, не зависит ни от того, что мы видим, что мы слышим, что мы чувствуем. Оно намного глубже. Где об этом сказано? Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 24 по 25 стих. «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Откуда он получал это знание? Вот масса людей вокруг него, он смотрит на любого человека, и он знает, что внутри этого человека, какое его состояние, какие его мысли, к чему он склонен, к чему он направлен, как он пришел к Иисусу, с чем он пришел к Иисусу. Иисус все это знает. Как он это знал? Есть одно место Писания, которое приоткрывает нам завесу этой тайны. Как Иисус это знал? И откуда он это знал? Это записано в Евангелии от Марка, во 2 главе и 8 стихом. Давайте откроем это место. «Иисус тотчас, узнав Духом Своим, что они так помышляют себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших?» У этих людей в голове возникла мысль. У Иисуса в Духе возникло знание о том, о чем они думают. Представляете? Откуда он знал это? Или где он знал? В какой части своего естества он это знал? В Духе Своем. Потому что Дух Божий дал ему это знание в его Дух. И, конечно, от Духа эта информация передается тогда в наш разум. Иногда богословы, и не только богословы, даже мирские люди, используют такое слово «интуиция». Это знание истины в любой ситуации. Знание истины, которое не зависит от того, что мы видим, слышим или знаем нашим разумом. Например, человек что-то говорит нам, да? И мы смотрим на него, и всё выглядит абсолютно правильно и хорошо. Но внутри мы чувствуем, что это не то, это не так, это неправильно. Мы не можем понять, почему умом мы этого не чувствуем. Мы не можем понять как-то по-другому. Но мы знаем, что это не то. Иногда мы встречаемся с человеком, и мы внутренне знаем, этот человек рождён свыше, он верующий. И заговоришь с ним, действительно, он рождённый свыше верующий человек. Откуда мы это знаем? В нашем Духе. Иногда Господь даёт нам сверхъестественное знание в наш Дух о том, что должно произойти, чтобы сберечь нас от чего-то. Ни один человек рассказывал, что они однажды были в одном доме, в гостях, и в этом доме был большой-большой шкаф такой с книгами. Они подошли, чтобы рассмотреть эти книги, и он говорит, вдруг мне возникло внутри сильное чувство, что я должен быстро отойти оттуда. Он взял жену, они быстро отошли, и в этот момент этот шкаф рухнул на это место, где они стояли. Откуда он знал это внутри? Это, кстати, был верующий человек. Господь дал ему это знание внутрь. Как важно прислушиваться к этому голосу Божию. Иисус говорил, что овцы мои слушают голоса моего и идут за мною. И как важно различать этот голос от голосов чужих. Некоторые люди говорят, а как мне отличить этот голос от чужих голосов? Вы знаете, когда я знаю человека, я отличаю его голос. Когда я кому-то звоню или мне кто-то позвонил, я даже не посмотрел на номер, но я поднял трубку, я только услышал его голос, я знаю, кто это. Почему? Потому что я общаюсь с этим человеком, я знаю его. Я уже не раз слышал его голос. Вот это путь к развлечению голоса Божьего от других голосов. Первое послание Иоанна, мы откроем вторую главу с 20 по 21 стих. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». И 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас в том, пребывайте». Есть внутреннее помазание в возрожденном человеке, это функция его духа. Бог Духом Святым своим помазанием говорит в дух человека и учит его. Мы сегодня очень много боремся, я думаю, что правильно делаем, мы боремся с грехом нашей Церкви, с неправильным поведением, с неправильным внешним видом. Но я знаю много случаев из своей жизни, из жизни моих близких и родных мне людей, из жизни других людей, когда человек, рожденный свыше, его не нужно учить, что ему не нужно красить ногти красным. Он не может этого сделать, потому что у него внутри отвращение к этому. Его не нужно учить, что вот такой юбке ходить нельзя. Он знает это в своем духе. Его не нужно учить, что нельзя смотреть порнографию. Он знает об этом, он не может туда пойти. Его не нужно учить, что нельзя обманывать или что-то другое делать. Дух Божий учит его. Даже если он сделал ошибку, то Дух Божий не даст ему покоя, пока он ее не исправит. Я слышал свидетельство одного человека. Он покаялся, но его никто ничему не научил. Он просто получил рождение свыше. И в этот момент, через несколько дней, к нему пришла его девушка. Его никто ничему не учил. Библию он вообще никогда до этого не читал. Он просто услышал Слово Евангелия, поверил, попросил у Бога прощения. Бог родил его Духом Святым, Словом Своим свыше. И к нему пришла его девушка, с которой он дружил. И он не только с ней дружил, он с ней жил до своего покаяния. И когда она пришла к нему, у него возникла маленькая мысль. А могу ли я делать с ней то, что я раньше делал? Но он быстро эту мысль отбросил. Он снова сделал с нею грех. Но после этого греха это было совершенно не то, что было раньше. Он не имел в себе покоя. Никто ему не читал мест Писания. Он не знал, что в Библии есть такая заповедь непрелюбодействуя или заповеди против блуда. Но он не имел покоя. Он потерял общение с Богом. Он потерял радость. Он ходил и молился. «Боже, тебе не понравилось то, что я сделал? Я сделал неправильно. Боже, что такое? Господи, прости меня!» Он порвал отношения с этой девушкой. Он больше не грешил с нею. Даже не зная Писания, Дух Святой вразумил его и научил его. Кстати, здесь возникает вопрос. Зачем у нас вообще проповедники? Зачем у нас вообще тогда Библия есть? Зачем у нас такое служение, например, как Библия говорит, апостолов, пророков, учителей, пастырей? Может, этого всего не нужно? Павел говорит, я поставлен проповедникам и апостолам, язычникам, если всему нас учит Дух Святой. Дух Святой нас учит в тех сферах, в которых мы не успели получить знания от Слова Божьего. Но мы должны понимать, что Слово Божье – это тоже слова Духа Святого. От начала до конца. Это Писание Бога духновенно. Господь может нас научить, как нам жить, самым базовым истинам тому, как нам жить, и отличать грех от праведности просто через наш Дух, если мы рождены свыше. Но Господь не может нас научить всей Библии, если мы ее не читаем. Мы можем быть рождены свыше и даже перестать грешить в многих сферах нашей жизни просто потому, что мы рождены свыше, и Бог нас учит через наш Дух. Но мы никогда не будем знать истории сотворения мира, истории Авраама. Мы никогда не будем знать, что написано в посланиях. Мы не сможем укреплять свою веру и своего духовного человека. Мы не сможем познавать глубины Слова Божьего и восхищаться Богом и Его Словом. Мы не сможем переживать всех тех чувств, которые переживал автор 118-го псалма, восхищаясь законом Божьим, его заповедями, нам нужно и то, и другое. Мы не можем отбросить одно и взять что-то только другое. Нам нужно и то, и другое. Нам нужно рождение свыше, кто не рожден свыше. У рожденных свыше Дух Святой учит нас. Но в то же время это не отменяет важности изучения Писания. Кстати, Дух Святой и ведет нас к Писанию. Это человек, о котором я вам рассказывал, которого Бог научил, что блуд — это грех, даже не зная Писания, этот человек теперь знает Писание, он другим его проповедует. Он глубоко изучает Библию. Итак, в Духе мы получаем знания от Бога, знания истины, то знание, которое мы не можем получить или не успели получить другими способами. И в Духе Бог нас предупреждает иногда о некоторых опасностях. И еще, что Дух Святой делает в нашей жизни через наш Дух, это тоже функция нашего Духа, это обличение. Он обличает нас через нашу совесть. Наша совесть, когда наш Дух возрожден, она соединена с Духом Божьим. Она находится в Духе Святом, и Бог говорит нам через нашу совесть, если мы что-то делаем не так. В Евангелии от Иоанна 8 главе записана история, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. И они добивались от Иисуса ответа, что с нею делать, злорадствуя в своих сердцах, думая, что наконец мы уловили этого мудрого проповедника. Он уже отсюда не выкрутится из этой ситуации. Что бы он ни сказал, он останется виновным. Если не перед законом, то перед римскими властями. Но вы знаете, Иисус много не говорил. Он писал что-то на земле. Один перевод, если не ошибаюсь, армянский перевод говорит, что Он писал их имена, и против каждого имени грех этого человека. Но в нашей Библии этого нет, поэтому я не утверждаю, что это правда. В некоторых Библиях это действительно есть. Я проверял это. Итак, Иисус пишет на песке, на земле что-то пишет, восклоняет голову, говорит, кто из вас без греха, первый бросит в нее камень, наклонился и дальше пишет. Что эти люди делают? Написано, обличаемы чем? С совестью. Они один за другим ушли оттуда. И заметьте, что это были люди невозрожденные, но совесть все-таки у них заговорила. Тем более, когда человек возрожден, совесть восстановляется и возобновляется в человеке, и Господь способен учить человека даже о том, что он раньше не думал, что это грех, даже не представлял, что это грех, даже ему в мысль не пришло, что это плохое, то, что он делает. Большинство людей в мире знают, что убийство, воровство у соседа, не в колхозе, но у соседа это грех, да? Еще что-то это грех. Но когда мы возрождены Духом Божьим, знаете, что делает Дух Святой? Он говорит через нашу совесть и обличает нас даже в том, в чем мирской человек даже не подумает, что это грех. Например, у нас мысль только возникла какая-то негативная, и что мы делаем, если мы возрождены Богом? Мы сокрушаемся, мы становимся на колени, мы можем плакать из-за одной мысли, которая пришла в наш разум. Господи, прости меня, что такая нечестивая мысль пришла, и что я ей несколько секунд дал побыть в моем разуме. Прости меня, тебе не угодна эта мысль, помилуй меня. Мы можем допустить какое-то даже не сильно легкое раздражение на наших детей, и Дух Святой судит нас уже в нашем сердце. Ты неправильно поступил, ты не по любви относишься к своим детям. Давайте мы посмотрим одно место Писания. Я хотел больше об этом говорить, но, к сожалению, времени нет, поэтому я только одно место еще приведу, и мы будем молиться. Это будет послание к римлянам, 9 глава и 1 стих. Всевнавсего 1 стих. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». У возрожденного человека совесть, она в Духе Святом. И Дух Святой через совесть действует и говорит человеку. И я хотел показать больше мест Писания, которые именно объясняют, что совесть относится к сфере Духа человека, но, к сожалению, сейчас у меня нет этого времени. Единственное, что я могу сказать сейчас, что мы уже говорили, что человек соединяется с Богом или с Духом Божьим, где? В своем Духе. Именно через Дух человека, Дух Божий дает знания, именно помазание Духом Святым дает нам знания истины. И таким же образом, именно помазание Духа Святого через нашу совесть обличает нас в грехе, в правде и в суде. Вы знаете, мы сейчас готовимся к посту, который, если будем живы, Бог позволит, будет через одну неделю. И я бы не хотел, чтобы этот пост был очередной голодовкой без всяких изменений, как написано в книге пророка Исаии в первых стихах. Давайте мы будем молиться, открывать свои сердца пред Богом, чтобы Дух Святой обличал нас, просить, чтобы Господь очистил наш Дух, очистил нашу совесть, чтобы она была чувствительна голосу Духа Святого, чтобы мы могли услышать Слово, которое Бог нам хочет сказать, чтобы мы поняли, что Бог нам говорит. И в одном месте в Писании сказано, что когда люди слышали Слово Божие, они начали плакать. Они поняли, что им Слово Божие говорит. Они начали каяться, чтобы Господь сделал это радикальное, глубокое внутреннее изменение в жизни каждого из нас, в жизни нашей Церкви, в которой мы очень сильно нуждаемся. Будем молиться об этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова